История самоходно-артиллерийских установок Танками они считались из-за танковых задач, поддержки пехоты и прорыва укреплений В период между войнами начала стремительно развиваться тактика применения танков Принципы применения танков успели существенно поменяться В конце 30-х годов выяснилось, что нужно уже поддерживать не только пехоту, а еще и танки В СССР начали разрабатывать утяжеленные арттанки Они должны были огнем более крупных пушек поддерживать пехоту и легкие танки Однако развитие эта тема не получила Вообще в довоенный период отношение к самоходной артиллерии было весьма прохладным Советский Союз вступил во Вторую мировую войну и вовсе без нее Самоходная артиллерия как класс вооружения приобрела значимость И окончательно оформилась в середине Второй мировой войны Появились виды самоходной артиллерии Истребители танков, штурмовые орудия, противотанковый САУ и самоходный галбец Истребители танков были хорошо бронированными машинами, имеющими мощное противотанковое орудие Они, как правило, базировались на шасси серийных танков Из-за более просторной рубки на них стояло обычно более мощное орудие, чем у танка с таким же шасси Хорошими примерами таких машин были СУ-100 и Ягдпантера Истребители должны были уничтожать танки противника, практически не отставая от самих танков То есть находиться в боевых порядках танков или чуть позади них Штурмовые орудия были также полностью бронированными машинами для огневой поддержки танков и пехоты Они должны были действовать также в их боевых порядках Вооруженные эти САУ были крупнокалиберным орудием Как короткоствольным, так и длинноствольным Эффективным против укреплений и пехоты С дальнейшим развитием эти машины стали применяться и против танков противника К штурмовым орудиям относились такие успешные машины, как СУ или ИСУ-152, а также немецкие артштурмы Довольно распространены были самоходные гаубицы Они были сухопутными аналогами классической буксируемой артиллерии Вооружались они самыми разнообразными артсистемами И имели относительно легкое противоосколочное бронирование Предназначенное в основном для защиты от контрбатарейного огня противника Например, у немцев была довольно успешная самоходная гаубица Гумбель Также самоходными пытались сделать и противотанковые орудия Противотанковыми САУ были слабо бронированные машины Их особенностью была довольно низкая стоимость, в отличие от истребителей танков Типичным примером такой машины была СУ-76М Также существовали и зенитные самоходки Тактика применения САУ значительно отличалась от танковой Основными приемами были ударил-отступил, атака из засад И все, что не требовало тесного контакта с противником Хотя довольно часто были и отступления от этих правил И самое главное, все самоходки отличались более низкой стоимостью, чем танки Что особенно было важно для воюющих сторон В СССР на момент начала Второй мировой войны Не было серийных самоходных установок Однако, несмотря на это, самоходная артиллерия развивалась еще в царской России В Российской империи проект сверхтяжелый, сильно бронированный САУ для борьбы с укреплениями врага Был предложен Менделеевым, сыном знаменитого химика Этот проект, известный под названием «Танк Менделеева», являлся весьма передовым для своего времени Однако, не был воплощен в металле В Первую мировую и гражданскую войны активно использовали самоходные, противоаэропланные 76-мм орудия Лендера На базе грузовиков «Руссобалт» Некоторые из них имели даже частично бронированные кабины На базе грузовиков «Гарфорд» изготавливались бронеавтомобили, оснащенные 76-мм пушками Они имели собственные имена, такие как «Громобой», «Чудовище» и тому подобное В 1915 году испытывался штурмовой бронеавто Автомобиль трехколеска, оснащенный горной 76-мм пушкой В 1932 году на базе танка Т-26 пытались создать первую в истории штурмовую самоходную пушку Су-1 По мнению некоторых экспертов, эта машина являлась предком немецкого штурмгешутца Предполагалось использовать самоходы второго эшелона Это должны были быть небронированные машины на шасси серийных тракторов В СССР перед войной создали экспериментальные прототипы тяжелых САУ на базе тяжелых танков Т-35 и Т-100 Также пытались устанавливать орудия и на танкетках Субтитры создавал DimaTorzok В принципе, первым самоходным штурмовым орудием, которое начало выпускаться серийно, стал 152-мм вариант танка КВ Который хотя и считался танком, однако по своим свойствам скорее напоминал самоход Этой машине присвоили название КВ-2 Танк-самоход получился неудачным, а его производство вскоре прекратили Танк практически никак не проявил себя в ходе боевых действий Единственное, он своим грозным видом очень удивлял немецких агрессоров Танк-самоход получился неудачным, а подбережье с кемпромом Субтитры создал DimaTorzok Законодателями моды в отрасли выступили немцы. Польшу уже громили их серийные штурмовые установки. Поняв необходимость в подобном виде вооружений, Советский Союз уже с первых моментов войны приступил к разработке самоходных артиллерийских установок. В начале войны в РКК «Остров» встал вопрос о создании мобильных противотанковых систем. Решили установить орудие на гусеничную машину, создать самодвижущуюся пушку. В первую очередь это касалось противотанковой и дивизионной артиллерии. Тогда она смогла бы появляться там, где ее не ждали. В конце 40-го года КБ Грабина выступил с предложением создать самодвижущиеся пушки. Начальник ГАО, маршал Кулик, встретил это предложение доброжелательно. Идея создания высокоподвижной и проходимой артиллерии была мечтой военных того времени. ЗИС-2, установленная на тягачеком «Самолец» и на колесно-гусеничном вездеходе, при испытании ее стрельбой и воской, показала отличные результаты. Высокую кучность боя, скорострельность, устойчивость, подвижность и проходимость по всяким дорогам и даже по бездорожью. Так родилась надежная и безотказная самодвижущаяся противотанковая пушка ЗИС-30. По сути дела, это была вращающаяся часть полевой пушки, поставленной на движитель. От вражеского огня орудийный расчет прикрывал все тот же щит. Великая Отечественная война требовала быстрого решения вопроса о самодвижущейся артиллерии для борьбы с фашистскими танковыми армадами. И завод, одновременно с созданием опытного образца и его отработкой, запустил в производство большую партию самодвижущихся пушек ЗИС-30. К моменту начала серийного производства завод номер 92, производивший комсомольцы, перешел полностью на выпуск легких танков. Поэтому шасси для переоборудования их в САУ приходилось изымать из действующих частей. Изготовление ЗИС-30 началось лишь 21 сентября. Всего до 15 октября завод собрал 101 ЗИС-30, включая первый опытный образец, который принял участие в завершающем этапе битвы за Москву. Машина представляла собой легкий гусеничный артиллерийский тягач-комсомольец, на котором смонтировали качающуюся часть противотанковой пушки. Двигатель находился в кормовой части самоходки, а в носовой, трансмиссии и органах управления. В лобовом листе корпуса также располагался пулемет ДТП. Все эти машины в сентябре-октябре 1941 года поступили на комплектование батареи противотанковых орудий танковых бригад западного, брянского и правого крыла юго-западного фронтов. Всего было укомплектовано около 20 танковых бригад. Несмотря на все свои недостатки, ЗИС-30 понравились в частях благодаря мобильности, лучшей защищенности матчасти по сравнению с буксируемым вариантом и высокой эффективности пушки ЗИС-2, которая иной раз прошивала немецкие танки того периода насквозь. Но также вскоре обнаружилось и много недостатков ЗИС-30. Машина оказалась неустойчивой. Ходовая часть была перегружена, особенно задней тележки. Также мал был запас хода и возимый боекомплект. Пушка имела большие габариты, слаба была защита моторной группы. Не обеспечена была связь расчета с водителем. Однако, несмотря на все свои недостатки, 57-мм самоходные установки продолжали боевые действия вплоть до лета 1942 года, когда в действующих войсках практически не осталось ни одной машины ЗИС-30. Часть вышла из строя из-за поломок, остальные были потеряны в боях. На базе легкого танка Т-26 в блокадном Ленинграде производили различные самоходные установки. В документах 124-й танковой бригады, сформированной в Ленинграде в сентябре 1941 года, имеется такая запись, датированная 15 октября. В бригаде имеется 37-мм пушек 5, из них 2 на шасси Т-26. Помимо установок с 37-мм пушками, в Ленинграде использовались и другие самоходки. В качестве базы использовались шасси Т-26 со снятой башней. Сверху был сделан металлический настил, на котором устанавливалась 76-мм полковая пушка образца 1927 года. Орудие имело круговой обстрел и бронированный щит, прикрывавший расчет. Изготовление таких установок велось на заводе подъемно-транспортного оборудования имени Кирова осенью 1941 года. В документах они значились как СУ-Т-26, Т-26СУ, СУ-26 или просто как СУ-76. Было изготовлено всего 14 СУ-26. 12 машин было с 76-мм пушкой и 2 с 37-мм. 76-мм СУ-Т-26 поступали в танковые бригады Ленинградского фронта. Например, 12 февраля 1942 года в 124-ю танковую бригаду поступило 3 76-мм орудия на самоходных установках Т-26. 20 февраля 1942 года во время атаки 124-й танковой бригады немецких позиций в районе Венеголова были подбиты и сгорели две самоходные установки на шасси Т-26 с 76-ми и 37-мм пушкой. Кроме 124-й бригады, 76-мм установки на Т-26 были и в составе 220-й танковой бригады. На 17 мая 1942 года в ней имелось 4 таких установки, которые эксплуатировались вплоть до 1944 года. Самой массовой послетанкой Т-34 была самоходка Су-76М. Самоходка была построена на удлиненной базе легкового танка Т-70. Для более рационального размещения орудия пришлось удлинить корпус базовой машины и добавить один опорный каток на борт. Первые машины этого типа были выпущены поздней осенью 1942 года, причем они были оснащены заведомо неудачной силовой установкой из двух параллельно установленных автомобильных бензиновых двигателей ГАЗ-202 мощностью 70 лошадиных сил. Эта силовая установка была очень сложной в управлении и вызывала сильные крутильные колебания элементов трансмиссии, что приводило к их быстрой поломке. Изначально вся самоходка была покрыта броней, что приводило к неудобству работы расчета в боевом отделении. Поэтому после выпуска 320 машин серийное производство Су-76 было остановлено и конструкция была отправлена на доработку. Из-за этой паузы в производство было запущено САУ, носящее сходное имя СУ-76И, но использующее базу трофейного танка Панцер-3. Остров и главный конструктор ГАЗа Либгард быстро устранили недостатки, оснастив самоходку силовой установкой из двух двигателей ГАЗ-202, соединенных последовательно и работающих на общий коленчатый вал. Также машину снабдили более широкими гусеницами и убрали крышку с боевого отделения для большего удобства работы расчета. Этот вариант получил название Су-76М и был запущен в серийное производство на трех заводах в Горьком, КАЗ, Кирове и Мытищах после снятия с производства легких танков типа Т-60 и Т-70, а также САУ Су-76И. Су-76М была полуоткрытой САУ с задним расположением боевого отделения. Механик-водитель, бензобаки, двигательная установка и трансмиссия размещались в передней части бронекорпуса машины. Двигатель располагался справа от осевой линии машины. Боезапас, орудия и рабочие места командира машины, наводчика и заряжающего располагались в открытой сверху и сзади боевой рубке. Всего было выпущено 13 932 Су-76М. Из них 9 133 самоходки построил ГАЗ. Серийное производство Су-76М завершилось в 1945 году. Несколькими годами позже они были сняты с вооружения советской армии. Су-76М предназначалась для огневой поддержки пехоты в роли легкого штурмового орудия и противотанковой САУ. В этом качестве она заменила легкие танки непосредственной поддержке пехоты, однако ее оценка в частях была очень противоречивой. Пехотинцам Су-76М скорее нравилось, так как ее огонь был мощнее, чем у базового танка Т-70. Открытая рубка позволяла тесно взаимодействовать с экипажем в городских боях. Самоходчики же в большинстве не любили Су-76М из-за противопульного бронирования, пожароопасности бензинного двигателя и открытой боевой рубки, которая не защищала от стрелкового огня сверху и попаданий гранат. Сами за себя говорят грубоватые или даже полуматерные прозвища Су-76М «Сучка» или «Голожопый Фердинанд». Эти нелестные эпитеты самоходка получила из-за того, что в первые годы боевого применения пыталась использоваться вместо танков. При правильном боевом применении эта машина с закрытых позиций воевала очень неплохо. Та же открытая рубка спасала от хумулятивной струи фаустпатрона, которая обычно наверняка убивала экипаж полностью закрытых САУ и танков. Была удобна для экипажа и снимала проблему загазованности боевого отделения при стрельбе. Поэтому были и самоходчики буквально влюбленные в Су-76М. Они ее ласково называли «Жужу» или «Коломбиной». Су-76М имела много положительных сторон. Легкость в обслуживании, надежность, малошумность, высокую проходимость полисисто-болотистой местности. В качестве противотанковой САУ Су-76М могла успешно бороться со всеми типами легких и средних танков вермахта и равноценными САУ противнишим. Против тяжелой «Пантеры» Су-76М тоже имела шансы на победу. 76,2 мм снаряды пробивали маску пушки и относительно тонкую бортовую броню. Однако против «Тигра» и более тяжелых машин Су-76М была малоэффективна. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Красная Армия нуждалась в более мощных самоходках. Появилась очень удачная машина Су-122. Стимулом для создания Су-122 стали как необходимость и максимальное упрощение конструкции танка Т-34, трудных для Советского Союза военных условиях середины 1942 года, так и стремление дать танковым и механизированным частям мощное и высокомобильное средство огневой поддержки. 30 ноября 1942 года на Уральском заводе тяжелого машиностроения закончилась постройка прототипа Су-122 и ввиду острой необходимости рабочей крестьянской Красной Армии к самоходной артиллерии Су-122 была уже в декабре запущена в серийное производство. По его ходу машина подвергалась многочисленным доработкам, связанным с ее поспешным тестированием и принятием на вооружение. Выпуск Су-122 был прекращен в августе 1943 года из-за необходимости производства как можно большего количества истребителей танков Су-85, созданных на базе Су-122. Всего было построено 638 самоходов. Су-122 появились на фронте в начале 1943 года и успешно приняли участие в частной операции 54-й армии в районе Смердыни в составе 1433 и 1434 самоходных артиллерийских полков на Волховском фронте. Наиболее массово Су-122 применялись в наступательных кампаниях второй половины 1943 года, но и после снятия с производства активно и успешно использовались в боях вплоть до окончания Великой Отечественной войны. Су-122 была очень универсальной машиной, она могла бороться с танками противника и с его укреплениями благодаря большому калибру. Противотанковые Су-85 такой возможности не имели. Для средней по массе САУ класса штурмовых орудий, предназначенной для качественного усиления танковых и стрелковых частей, огневая мощь Су-122 была вполне адекватной в поставленном перед ней задаче. 122-мм осколочно-фугасный снаряд был действенным средством против открыто расположенной и укрытой в фортифакционных сооружениях пылевого типа живой силы противника. Фугасное действие 122-мм снаряда позволяло разрушать не только мощные деревянно-земельные укрепления, но и долговременные железнобетонные фортификации или прочные здания капитальной постройки в городских боях, хотя и с меньшей эффективностью. И то, и другое было уже вне возможностей танковых и самоходных пушек калибром до 85 мм включительно. На близких дистанциях против сильно бронированных целей, таких как тяжелые танки и САО, бронированные колпаки, башни и прикрытие образур дотов, с успехом мог применяться кумулятивный снаряд. Однако, несмотря на практически отсутствующие для этого типа боеприпасов зависимость бронепробиваемости от дистанции до цели, большое рассеивание кумулятивных снарядов у гаубицы М30 делало приемлемой вероятность попадания только на расстоянии ближе 300 метров. Поэтому эффективно использовать против танков СУ-122 можно было в условиях боя, в населенном пункте или из засады. В 1943 году на повестке дня стоял вопрос о борьбе с тяжелыми немецкими танками на дистанциях порядка 1 км и более, что и стало причиной снятия с производства СУ-122, несмотря на все ее преимущества в других областях боевого применения. Так появился первый советский истребитель танков СУ-85. Опытные стрельбы по «Тигру» показали также, что огонь с 45- и 76-мм противотанковыми орудиями на дистанциях в 1000 метров малоэффективен. Тогда на испытание вызвали 85-мм зенитную пушку образца 1939 года и 122-мм корпусную пушку образца 1937-1939 годов. Стрельбы обнадежили. Баллистика 85-мм орудия соответствовала поставленной задаче пробивать броню тяжелых танков фашистской Германии на больших дистанциях стрельбы. Конструкторское бюро, возглавляемое героем социалистического труда Петровым, взяв за основу 85-мм зенитную пушку, в короткий срок разработало орудие Д-5С. Его бронебойный снаряд на километровой дистанции пробивал броню толщиной 102 мм, а подкалиберный – 103 мм. Базой для орудия решили использовать созданную ранее самоходную установку СУ-122. Пушка Д-5С свободно устанавливалась на технологичном, надежном и легком карданном подвесе без применения нижнего и верхнего станков, что давало лишнюю жилплощадь боевому отделению, укрывались броней и противооткатные устройства. В августе 1943 года новые самоходно-артиллерийские установки уже проходили испытания на полигоне. Сочетание высокой проходимости и надежности танка, Т-34 и мощности 85-мм пушки позволило специалистам дать этой боевой машине высокую оценку и разрешить ее серийный выпуск. Уральские самоходки стали поступать на вооружение отдельных самоходно-артиллерийских полков САП, которые состояли из четырех батарей по четыре установки в каждой. Кроме того, САП входили в состав истребительных противотанковых артиллерийских бригад, используя их подвижный резерв или придавались стрелковым частям для усиления противотанковой обороны. Как правило, в бою Су-85 сопровождались танками Т-34, вооруженными 76-мм пушками. Вскоре после появления Су-85 на полях сражения, гитлеровские танкисты почувствовали силы уральских машин. Круповская броня не выдерживала огня мощных пушек. Танки фирмы «Фарше» выходили из строя от попадания не только в бортовую, но и в лобовую броню. Однако Су-85 было не сильно эффективно, как штурмовое орудие, и войска еще долгое время нуждались в Су-122. Советским конструкторам удалось в кратчайший срок создать самоходную артиллерийскую установку Су-85 с полным бронированием, способным бороться со средними и тяжелыми танками противника, имеющие высокую маневренность и проходимость. Су-85 позаимствовала узлы управления и трансмиссии от Т-34, и это значительно упростило комплектование экипажей для этой самоходки. Время на переучивание и подготовку экипажа было минимальным. Машины этой марки выпускались на Уральском заводе тяжелого машиностроения УЗТМ «Уралмаш» с августа 1943 по июль 1944 года. Всего было построено 2329 самоходок. После разработки более мощной самоходки Су-100, из-за задержки выпуска 100-мм бронебойных снарядов и прекращения выпуска бронекорпусов для Су-85, до декабря 1944 года выпускался переходный вариант Су-85М. Фактически он представлял собой Су-100 с 85-мм пушкой Д-5С. От исходного варианта Су-85 модернизированная Су-85М отличалась более мощной лобовой броней и увеличенным боезапасом. Всего было построено 315 таких машин. Су-85 активно и успешно использовались с сентября 1943 года, до окончания Великой Отечественной войны. Как уже было выше сказано, дальнейшим развитием Су-85 была разработка Су-100. Продолжение следует... Су-100 быстро зарекомендовала себя одной из лучших машин Второй мировой войны среди своего класса. Бронебойный снаряд ее 100-мм пушки был способен пробить вертикальный лист брони толщиной 125 мм на расстоянии 2000 метров. Наклонную лобовую 85-мм бронеплиту немецкого танка «Пантера» Су-100 пробивала с расстояния 1500 метров. Огневой мощи Су-100 было достаточно против любого немецкого танка, за что она получила от солдат кличку «Пипец всему». Разработка самоходки проводилась под руководством Горлицкого, ведущего конструктора всей линейки средних советских САУ. Работы начались в феврале 1944 года, и уже в следующем месяце был построен Объект-138, первый прототип Су-100. После интенсивных испытаний с различными моделями 100-мм орудия для серийного производства был выбран вариант с пушкой Д-10С. После Второй мировой войны она устанавливалась на танки типов Т-54 и Т-55, а его улучшенные варианты состояли на вооружении в течение 40 лет после разработки исходной модификации. Корпус Су-100 также имел существенные улучшения по сравнению с Су-85. Толщину лобовой брони довели до 75 мм. Рабочее место командира сделали в небольшом спонсоне по правому борту машины. Вместе с командирской башенкой это позволяло существенно улучшить условия работы командира самоходки. Для лучшей вентиляции боевого отделения в самоходке было установлено два вентилятора вместо одного у Су-85. Ввиду возросшей нагрузки от более тяжелой пушки и лобовой брони на ходовую часть пришлось усилить подвеску двух первых опорных катков по каждому борту. Компоновка Су-100 является стандартной для среднесоветской САО времен Великой Отечественной войны. Вооружение, экипаж, боезапас и часть топливных баков расположены в неподвижной броневой рубке с рациональными углами наклона брони в передней части машины. Двигатель и агрегаты трансмиссии расположены в кормовой оконечности, подвеска типа Кристи. Слабыми местами машины было отсутствие пулемета, расположение топливных баков в боевом отделении. Кроме того, противотанковые возможности пушки не были до конца использованы в той мере, так как в 1944-45 годах был доступен только калиберный бронебойный снаряд. Подкалиберные варианты стали доступны уже после окончания Великой Отечественной войны. Тем не менее, Су-100 с успехом использовались в боях завершающего периода войны. Большой калибр орудия позволял использовать Су-100 в качестве штурмового орудия. По состоянию на июль 1945 года в ЗТМ построил 2335 Су-100. Машина оставалась на вооружении советской армии еще несколько десятков лет после войны. А ее производка в Советском Союзе прекратилась в 1947 году. Лицензию на производство Су-100 приобрела Чехословакия, и там выпуск самоходки продолжился до 1950 года. После снятия с вооружения часть машин была переведена в резерв и законсервирована. Небольшое количество Су-100 на складах российской армии существует и в настоящее время. Много стран-участниц организации Варшавского договора получили Су-100 для своих вооруженных сил. Они также поставлялись в Египет, Анголу и на Кубу. В этих странах они участвовали в различного рода войнах и вооруженных конфликтах до конца 1970-х годов. По мере поступления более новой техники, Су-100 очень часто перепродавались третьим странам, поэтому армии некоторых африканских государств до сих пор имеют эту самоходку на вооружении. Су-100 имеется практически во всех музеях мира. На Кубе сохраняется одна Су-100, про которую утверждают, что выстрелом из ее пушки Фидель Кастро лично потопил десантное судно контрреволюционеров Гусанус. Продолжение следует... 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 На штурмовой танк решили установить гаубицу ML-20 калибром 152 мм. После того, как в ноябре 1942 года возникла необходимость в тяжелых штурмовых орудиях, работы были форсированы. Уже 17 января 1943 года был изготовлен макет САУ. В то же время новая машина получила индекс КВ-14. К утру 23 января опытный образец САУ был в целом готов. Ожидали прибытия орудия. Ночью орудия смонтировали, а на следующий день провели испытания. КВ-14 успешно их выдержал. 9 февраля 1943 года КВ-14 под наименованием СУ-152 был принят на вооружение. Для монтировки в СУ-152 использовался слегка модифицированный вариант гаубицы пушки ML-20 под обозначением ML-20С. По сравнению с оригинальной ML-20 ее ствол был укорочен на 3 калибра и составил 32 калибра. Ряд маховиков управления был перенесен на одну сторону орудия для большего удобства работы наводчика в стесненном боевом отделении машины. Дульная скорость и прочие внешние баллистические данные остались неизменными по сравнению с ML-20. В итоге главной причиной создания СУ-152 стала надобность Красной Армии в тяжелом штурмовом орудии, а конструкторские работы по этой тематике начались еще до первого захвата «Тигра». Однако с самого начала СУ-152 имела хорошие противотанковые способности. Благодаря высокой дульной скорости и большой массе снарядов ML-20. Исследование захваченного танка «Тигр» показало, что в первой половине 43-го года только СУ-152 могла успешно бороться с ними на любой дистанции боя. Этот вывод резко ускорил процессы серийного выпуска СУ-152 и формирования частей самоходной артиллерии. После запуска в серию конструкция СУ-152 подверглась небольшим усовершенствованием с целью улучшения технологичности производства и механической надежности машины. Изначально СУ-152 не имела пулемета. Это оборачивалось ее слабостью в ближнем бою и городских сражениях. Для решения этой проблемы летом 43-го года была разработана монтировка крупнокалиберного зенитного пулемета ДШК калибром 12,7 мм. Некоторые СУ-152 получили зенитный пулемет после ремонта. СУ-152 была последним серийным выпускаемым представителем семейств машин КВ, а в декабре 43-го года она была заменена на сборочных линиях ЧКЗ своей прямой наследницей ИСУ-152. Пережившие Великую Отечественную войну СУ-152 были сняты с вооружения советской армии в 54-м году. Первый полк самоходных установок сформировали уже в мае 43-го года. Поступление новых САУ в войска было встречено с большой радостью, так как они являлись одними из немногих, кто мог бороться с немецким зверинцем. Под Курском СУ-152 получил прозвище «Зверобой», так как за три недели боев полк, на вооружении которого состояли эти грозные боевые машины, уничтожили 12 тигров и 7 фердинантов. Попадание бронебойного снаряда в башню тигра срывало ее с корпуса танка. Сам полк самоходных установок, самоходный артиллерийский полк РВГК, состоял сначала из 12, а затем зимой 43-44-х годов из 21 СУ-152. Как уже было выше сказано, развитием СУ-152 стала машина ИСУ-152. Разработчики стали устанавливать 152-мм пушку на шасси танков серии ИС. Работы по созданию САУ ИСУ-152 начались в июле 43-го года в конструкторском бюро опытного завода номер 100 в Челябинске. В это время стало окончательно ясно, что тяжелый танк КВ-1С будет заменен в производстве новой перспективной машиной ИС-1. Однако на базе КВ-1С выпускались тяжелые штурмовые орудия СУ-152, надобность в которых действующей армии не подвергалась сомнению, в отличие от надобности в самих тяжелых танках типа КВ. Отличные боевые качества СУ-152 поставили перед советскими инженерами вопрос о создании ее аналога на новом танковом шасси, призванном заменить в производстве базу КВ-1С. Разработка ИСУ-152 велась под руководством Жозефа Яковлевича Котина, главного разработчика всей отечественной линейки тяжелых танков. Главным конструктором ИСУ-152 был москвин. На ранних стадиях проект новой САУ обозначался как ИС-152. В октябре 43-го года был построен первый прототип Объект-241. Он успешно прошел заводские и государственные испытания. 6 ноября 43-го года постановлением Государственного комитета обороны новая САУ была принята на вооружение РККА под окончательным названием ИСУ-152. В том же месяце началось серийное производство ИСУ-152 на ЧКЗ. В декабре 1943 года СУ-152 и ИСУ-152 еще выпускались на ЧКЗ совместно, а со следующего месяца ИСУ-152 полностью заместила свою предшественницу СУ-152 на сборочных линиях. По ходу производства в конструкцию ИСУ-152 вносились небольшие изменения, направленные на улучшение боевых и эксплуатационных характеристик машины. Во второй половине 1944 года был введен новый сварной нос корпуса и скатанных бронеплит вместо одной цельнометаллической детали. Толщину бронемаски орудия увеличили с 60 до 100 мм. Также на САУ стали устанавливать зенитный крупнокалиберный пулемет ДШК калибра 12,7 мм. И увеличили емкость внутренних и наружных топливных баков. Радиостанция 10Р была заменена на улучшенный вариант 10РК. С ноября 1943 года по май 1945 года ЧКЗ и ЛКЗ построили 1885 ИСУ-152. Серийное производство самоходки закончилось в 1946 году. Всего было выпущено 3242 машины этой марки. Лицензия на производство ИСУ-152 в другие страны не продавалась. В связи с нехваткой стволов гаубиц пушек МЛ-20С, с апреля 1944 года начался серийный выпуск САУ ИСУ-122. Отличавшийся от ИСУ-152 только установленной артиллерийской системой вместо МЛ-20С, в бронекорпус монтировалась пушка А-19С калибра 121 и 92 мм, которые в то время находились в избытке на складах вооружений. ИСУ-152 в целом удачно сочетала в себе три главных боевых роли – тяжелое штурмовое орудие, истребитель танков и самоходную гаубицу. Однако в каждом из этих ролей, как правило, существовала другая, более специализированная САУ с лучшими характеристиками для своей категории, чем у ИСУ-152. Помимо Второй мировой войны, ИСУ-152 использовались при подавлении венгерского восстания от 1956 года, где они еще раз подтвердили свою огромную разрушительную мощь. Особенно эффективным было использование ИСУ-152 в роли мощнейшей противоснайперской винтовки. Для уничтожения скрывавшихся в жилых домах Будапешта снайперов-повстанцев, наносивших значительный урон советским войскам. Но и раз только наличия самоходки поблизости было достаточно, чтобы обитатель дома в страхе за свою жизнь и имущество выдворяли из него засевших там снайперов или бутылкометателей. В арабо-израильских войнах ИСУ-152 использовались в основном как стационарные огневые точки по берегам Суэцкого канала и мало чем себя проявили в руках египетских войск. Некоторое количество этих машин было захвачено израильской армией. Основным использованием ИСУ-152 была огневая поддержка наступающих танков и пехопе. 6-дюймовая гаубица-пушка МЛС-20С имела мощный осколочно-фугасный снаряд ОФ-540 массой 43,56 кг, снаряженной 6 кг метротила. Эти снаряды были очень эффективными как против неукрытой пехоты, так и против укреплений, таких как доты и траншей. Одного попадания такого снаряда в обычный городской дом средних размеров было достаточным для уничтожения всего живого внутри. ИСУ-152 были особенно востребованы в городских боях, таких как штурмы Берлина, Будапешта или Кенигсберга. Хорошее бронирование самоходки позволяло ей выдвигаться на дистанцию выстрела прямой наводкой для уничтожения вражеских огневых точек. Для обычной буксируемой артиллерии это было смертельно опасно из-за вражеского пулеметного и прицельного снайперского огня. ИСУ-152 могла также успешно выступать в роли истребителя танков, хотя существенно уступала специализированным истребителям танков, которые вооружались противотанковыми пушками. В этом качестве она унаследовала прозвище «Зверобой» от своей предшественницы СУ-152. Для поражения броницелей предназначался бронебойный снаряд БР-540 массой 48,9 кг с дульной скоростью 600 м в секунду. Раздельное заряжание резко снижало темп огня до 1-2 выстрелов в минуту, но попадание БР-540 в цель было очень разрушительным. Шанс уцелеть после него был ничтожным мало. Нужно заметить, что ИСУ-152 не была настоящим истребителем танков. У нее был низкий темп огня по сравнению с настоящими истребителями, таких как немецкая «Яхт Пантеры» или отечественная СУ-100. Их темп огня достигал 5-8 выстрелов в минуту, хотя и на короткий промежуток времени. С другой стороны, тщательная маскировка, быстрая смена огневых позиций и использование ИСУ-152 группами по 4-5 машин значительно смягчали недостаток низкой скорострельности. Кроме того, в 1944-1945 годах в Красной Армии уже появилось достаточное количество специализированных истребителей танков типов Су-85, Су-100 и Су-122. Поэтому боевые столкновения ИСУ-152 с вражеской бронетехникой были уже не такими частыми, как у Су-152 в 1943 году, когда последняя была единственным советским мощным противотанковым средством. ИСУ-152 старались больше использовать в качестве штурмового орудия, поскольку ее огневая мощь существенно превосходила любые другие советские танки ИСАУ. ИСУ-152 весьма нечасто, но использовались как самоходные гаубицы для стрельбы с закрытых позиций. В общем-то, это была весьма универсальная машина. По классу решения, боевых задач, скорее следовало бы назвать эту машину штурмовым безбашенным танком. Нужно еще отметить один занятный факт. Самым несчастным человеком в экипаже Су-152 и ИСУ-152 был заряжающий. Работа заряжающего для этих самоходов была очень тяжелой. Требовалось в одиночку переносить снаряды весом более 40 килограмм и в стесненном боевом отделении машины. В послевоенный период ИСУ-152 прошли модернизацию и долго стояли на вооружении советской армии. Также они поставлялись для оснащения египетских вооруженных сил. Переданные Египту самоходки принимали участие в арабо-израильских вооруженных конфликтах на Ближнем Востоке. Начиная с середины 70-х годов, ИСУ-152 были сняты с вооружения советской армии и заменены более современными САУ. Некоторое количество уцелевших от разрезки на металл машин сейчас служит памятниками и экспонатами в музеях различных странах мира. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Как побочный продукт производства ИСУ-152 появилась самоходка ИСУ-122 Прототип тяжелый САУ ИСУ-122 Объект 242 был построен на ЧКЗ в декабре 1943 года Фактически он представлял собой ранее разработанную ИСУ-152 и отличался от нее только вооружением Вместо гаубицы пушки МЛ-20С на новой машине установили пушку А-19 калибра 121,92 мм К весне 1944 года выпуск бронекорпусов ИСУ превысил выпуск орудий МЛ-20С и было принято решение оснастить недокументированные серийные машины пушкой А-19, точнее ее слегка модернизированным вариантом А-19С более удобным для наводчика в стесненных условиях боевого отделения самоходки На тот момент на складах имелся определенный запас стволов А-19 которые могли бы без особых проблем быть адаптированы к установке САУ серии ИСУ В свете этих обстоятельств Государственный комитет обороны 12 марта 1944 года официально принял на вооружение РКК прототип Объект 242 под названием ИСУ-122 В апреле 1944 года первые серийные ИСУ-122 покинули сборочные линии ЧКЗ СУ-122 использовалась во всех функциональных областях применения самоходной артиллерии Вместе с другими тяжелыми САУ СУ-152 и ИСУ-152 она выполняла функции мощного штурмового орудия, истребителя танков и самоходной гаубицы В основном ИСУ-122 отлично показала себя в роли истребителя танков 122-мм пушка А-19С или Д-25С выстреливала 25-килограммовый остроголовый бронебойный снаряд с дульной скоростью 800 метров в секунду Этого было достаточно, чтобы пробить броню любого представителя бронетехники вермахта за весьма редким исключением Только лобовая броня элефанта не пробивалась этим снарядом А броня танка Королевский Тигр, несмотря на более выгодные углы наклона часто просто раскалывалась из-за ее плохого качества Из-за своей высокой кинетической энергией этот боеприпас часто повреждал тяжело бронированные цели без пробития брони, выводя из строя двигатель и коробку передач механическим ударом 122-мм орудие имело очень большой бронебойный потенциал но описанный выше снаряд не позволял его раскрыть полностью Улучшенный вариант топоголового бронебойного снаряда с баллистическим наконечником БР-47-1Б был разработан в начале 1945 года но в массовое производство пошел уже после окончания войны Также в рапортах с полей боев отмечалось, что хорошим действием по бронебойным целям противника обладают и осколочно-фугасные снаряды ОФ-47-1 Они также имели массу в 25 кг, длинную скорость в 80 метров в секунду и снабжались 3 кг тротила Механического удара и последующего взрыва часто было достаточно для вывода из строя цели без пробития брони При прорыве укрепленных полос и в городских боях ИСУ-122 использовались как штурмовые орудия, но с меньшей эффективностью по сравнению с ИСУ-152 длинный ствол мешал маневрированию в городских условиях В качестве самоходной гаубицы ИСУ-122 использовалось редко, несмотря на максимальную дальность стрельбы, превышающую 14 км Обыкновенно ИСУ-122 стреляли с закрытых позиций, в отсутствие поддержки буксируемой артиллерии При быстрых прорывах, когда буксируемые орудия не успевали продвигаться за танковыми и механизированными частями Красной Армии В нашей стране также воевали иностранные машины Например, воевала такая самоходка под названием Росомаха Эта боевая машина в армии США сокращенно называла GMC-M10 или TD – танк-дестройер, истребитель танков У американских солдат М10 также имела неофициальное прозвище Вульверин – Росомаха Производство М10 началось в сентябре 1942 года Около 54 САУ М10 были поставлены в СССР под Лонд-Лизу Этими машинами также комплектовались части свободной Франции Одна самоходка М10 под названием «Серовка», управляемая французскими моряками, прославилась тем, что подбила немецкую «Пантеру» прямо на площади Согласия в Париже В Великобритании М10 официально обозначались Вульверин – Росомаха и сражались в Италии и Франции Некоторое количество машин было переворжено на гораздо более эффективную 17-фунтовую противотанковую пушку и получило обозначение «Ахиллес» Открытая сверху башня М10 делала машину уязвимой к артиллерийскому и минометному огню, а также к пехотным атакам, особенно в городских боях и в лесу Когда простая ручная граната могла быть легко закинута внутрь машины К концу войны бронирование М10 уже стало недостаточным против новых немецких танков и противотанковых пушек Однако самым большим недостатком М10 была крайне низкая скорость поворота башни Ввиду отсутствия какой-либо механизации этого процесса Башня поворачивалась только вручную и на ее полный оборот требовалось около двух минут САУ считалась противотанковой Однако американские истребители танков израсходовали больше осколочно-фугасных снарядов, чем бронебойных То есть машины использовались как танки Хотя по замыслу конструкторов они должны были служить танковой поддержкой В общем, вышел какой-то недоделанный танк М10 базировалась на шасси среднего танка М4А2 Модификация же М10А1 базировалась на шасси танка М4А3 Башня была открыта сверху В ней была установлена пушка М3 калибром 3 дюйма 76,2 мм Для поражения броницелей применялся ординарный бронебойный снаряд М79 Который мог пробить 76 мм брони при угле встречи 30 градусов Носить на нормале на расстоянии 1000 ярдов, около 900 метров Полный боекомплект орудия в машине составляли 54 снаряда На корме башни устанавливался большой противовес Который придавал башне характерный и легко распознаваемый силуэт Для обороны в ближнем бою и отражения атак с воздуха На корме башни устанавливался 12,7 мм пулемет М2 Брауни Боекомплект пулемета составлял 300 патронов Экипаж также имел свое личное оружие для самозащиты Первые САУ поступили в СССР в начале 44 года Впоследствии решено их было не заказывать Потому что по своим характеристикам САУ Россамаха практически не отличался от обычного Шермана Одними из самых удачных машин на Восточном фронте Были зенитный САУ М15 и М17 Обе они были смонтированы на шасси полугусничных бронетранспортеров Соответственно М3 и М5 М3 были вооружены комбинированной установкой 37 мм автоматической пушки М1А2 и двух 12,7 мм пулеметов Браунинг М2 САУ М17 вооружались с четверенной установкой 12,7 мм пулеметов Браунинг Эти САУ показали себя очень эффективным средством защиты танковых частей И соединений на марше от воздушного нападения М15 и М17 успешно использовались во время боев в городах Ведя плотный огонь по верхним этажам зданий Эти машины были единственными специальными зенитными САУ Поступавшими на вооружение Красной Армии в ходе войны Если не считать 25 мм автоматов 72К В кузове грузовых автомобилей Выпускавшихся с 1941 по 1944 год Американцы и англичане развивали концепцию мобильных истребителей танков на базе полугусничников 15 апреля 1942 года совместная комиссия рекомендовала создание самооходки с 57 мм пушкой на шасси Half-Track M3 Считалось, что будущая машина будет в основном поставляться по ленд-лизу в Англию И проект, соответственно, должен был отвечать как американским, так и в большей степени английским требованиям К марту 1942 года на Абердинском полигоне собрали пилотный Т-48 На САУ стояла 6-фунтовая английская пушка Mark III На цилиндрическом основании с откатным механизмом М12 Верхней частью лафета от 57-мм пушки М1 Пушка М1 являлась английским орудием, которое серийно выпускало в США и было стандартизировано Первый орудийный щит был заимствован у колесного самохода Т-44 Однако от него очень быстро отказались Новый щит был изготовлен из цементированной брони с более твердым лицевым слоем Толщина лба была 5-8 дюймов, борта и верх 1,4 дюйма Высота машины была 225 см Таким образом, Т-48 получился ниже, чем его предшественник М3 с 75-мм пушкой Опыт применения М3 GMC показал, что из-за того, что срез орудия находится над капотом То при выстреле воздушная волна может деформировать детали корпуса Поэтому на Т-48 изменили углы бронелистов и сделали съемные фары Экипаж Т-48 GMC состоял из 5 человек Когда Т-48 пошел в производство, то английскую 6-фунтовую пушку М3 Заменили на серийную, выпускаемую в Америке, 57-мм пушку М1 Отличия между М3 и М1 заключались в том, что английское орудие имело более толстый ствол И, соответственно, больший вес А также длину ствола 42,9 калибров против 50 калибров у М1 В октябре 1942 года американцы показали, что не заинтересованы в будущий САЛ Потому что собирались принять на вооружение более мощное М10 Дальнейшая работа над Т-48 ввелись в интересах Англии В декабре 1942 года фирма Diamond T Company начала выпуск Т-48 только для англичан Пушка М1, снабженная коробчатым щитом, устанавливалась за отделением управления Расчет орудия и 99 выстрелов боекомплекта размещались в кормовой части кузова Горизонтальные углы наведения орудия составляли по 27,5 градусов на сторону А вертикальные от минус 5 градусов до плюс 15 В течение 1943 года заводские цеха покинули 962 самоходные установки этого типа Из которых 680 отправились в Англию Оставшиеся в штатах 282 машины вскоре переоборудовали в стандартные бронетранспортеры М3А1 В английской армии Т-48 также оказались ненужны 57-мм пушка не могла эффективно бороться с немецкими тяжелыми танками В ее боекомплекте не было подкалиберных снарядов В связи с этим англичане поспешили переправить 650 машин в СССР В Красной армии САУ получили обозначение Су-57 Ими вооружили три самоходно-артиллерийских бригады 16-ю, 19-ю и 22-ю Каждая бригада имела в своем составе по 60-65 единиц Су-57 Остальные машины поступили на вооружение в разведывательные части и подразделения Красной армии В их составе они использовались особенно эффективно, являясь по существу бронетранспортером с усиленным вооружением Как противотанковое же средство к 1944 году САУ Т-48 безнадежно устарело Кроме Красной армии эту машину использовало и войско польское 15 единиц Су-57 передали полякам, которые сформировали из них 7-й отдельный дивизион самоходной артиллерии Самоходные артиллерийские установки внесли значительный вклад в победу над фашистами В основном в СССР воевали самоходки отечественного производства, хотя встречались и импортные В довоенный период в Советском Союзе самоходки в современном понимании практически не разрабатывались Дальше единичных, опытных образцов дело не шло В военное время вынудилось сначала строить и разраз машин Затем, когда промышленность более-менее отошла от первого удара немцев, производство самоходок развернулось Красная армия встретила войну, не имея крупносерийных самоходов Правда, некоторые исследователи относят тяжелый танк КВ-2 к штурмовым орудиям Однако уже в июле 1941 года была построена суррогатная Саузис-30 А к концу 1942 года на вооружение поступили первые серийные штурмовые орудия Су-122 Противоборство с тяжелой немецкой бронетехникой и укреплениями вызвало к жизни такие выдающиеся образцы советских самоходок, как ИСУ-152 и Су-100 Советские самоходки были в основном универсальными машинами После войны они продолжали стоять на службе в Красной Армии Модернизированные Су-100 и ИСУ-152 находились на вооружении советской армии еще два десятка лет после окончания Второй мировой войны Как уже выше было сказано, Красная Армия, не имевшая в начале войны ни одной серийной самоходки Имела на вооружении на конец войны свыше 10 тысяч САУ различных типов и назначений Начиная с переломного сражения на Курской дуге, советские самоходки прошли весь трудный путь войны до Берлина и Праги Они внесли значительный вклад в общую для всех родов войск победу над вермахтом В этом была заслуга абсолютно всех, кто имел отношение к советской самоходной артиллерии Самоходчиков, конструкторов, руководителей страны и рабочих Субтитры создавал DimaTorzok